Всем привет дорогие друзья, вы на канале AlexPlay и сегодня у меня будет видео по игре CD Car Driving, это Priora, я поработаю сегодня водителем такси на вот таком вот хэтчбеке. Ссылка находится в описании под этим видео, если что. Ну что ж ребята, вот так у нас выглядит Priora, в принципе, как у нас там отображаются колеса... Да, крутится, суппорта крутятся, диски крутятся, отлично все работает. Хорошо, мы видим выхлопную систему под днищем, но в принципе детализация есть. Теперь давайте-ка посмотрим, что у нас в кузове, в смысле, в интерьеру. Так, по-моему, вот это вот, да? Так, ну что, смотрим. Ну, в принципе, салон такой есть, ну, салон как салон, что сказать, такая вот торпеда, ничего не тарахит, наверное, надеюсь, да, подлокотник, все вот это вот есть, климат-контроль, наверное, даже есть, скорее всего. Ну да, все это есть, то есть нигде ничего не торчит, текстурами все ок. Ну что ж, предлагаю следующее. Открываем наши перевозки, открываем наше приложение и запускаем его. Старый район. Да, сделаем парочку перевозок, посмотрим, что нам может. Заводимся. Ручничок. А есть уже первый заказ, берем километр 800. Автомат у меня здесь, а я сцепление выжимаю. Так, ну у меня шестая... В смысле, с первого раза втыкнулась? Я почти три дня не пользовался коробкой. Офигеть, ребят, тупо с первого раза у меня втыкнулась шестая, ну, то есть D, драйв. Я офигел просто, вот просто офигел. Как это так, возможно? Ну, вот, кто знает, я постоянно жаловался на свою коробовку. Два-три дня вот я не пользовался коробкой. Мне, чтобы втыкнуть драйв, мне нужно, ну, я не знаю, раз 10 минимум, вот просто попадать в то гнездо. Тут я с первого раза просто втыкнул. Я не знаю, как это так получилось, конечно. Но это хорошо, конечно. Многие сразу удивляться, типа, мол, почему и так далее, как. Объясняю тем, кто меня смотрит, тот знает, что у меня проблемы с коробкой. Там первая плохо включается, она включается, либо вместо нее включается третья. Тоже самое ситуация у меня с шестой. Либо вместо шестой включается четвертая, ну, и то же самое с задней. То есть вместо задней либо четвертая включается, ну, либо нейтралка просто. То есть не врубается. Так, да, не совсем мне нравится вот эта вот тема. То есть нужно, чтобы обернуть голову, мне нужно просто зажать правую кнопку мыши. Не люблю я очень эту. Очень не люблю. Вот так, оп, повернул сразу. Все, все остается на свои места. Ну, я не знаю, попробуем что-то ее разогнать. Попробуем покрутить на скорости. Хотел сказать, что этот на десятке очень долго думает. У нас машин еще многовато. Блин, ну, разъезжайтесь быстрее. Давай, давай, давай. Так, погнали. Километр. Вот ты и ползешь. В принципе, тут некуда спешить. Так, мы вот этих аккуратненько. Так, чтобы там никого сейчас не подрезать. Все, отлично. Газуем дальше. Так, что у нас там 900 метров. 900 метров остается. Окей. А куда это, интересно. А, я понял, где. Блин, то это мы сейчас поедем. Я понял, куда мы сейчас поедем. Там просто двойная сплошная. И получается, нам нужно ехать. Так. Видали? Тоже ушел в сторону. Блин, ну, жалко, конечно, что игрой не занимаются разрабы. Не знаю, почему. Хорошая игра. И игра держится, честно говоря, на модах. Все, больше, ну, больше не на чем. Если бы хотя бы карты еще были. Ну, это бы еще куда не шло. Ну, извините меня. Две карты только. Хорошо, хоть две. Все, а то была вообще одна карта. Старого города. Есть там новый город уже. И хорошо, хоть два города есть. А то на одном городе. Можно просто вот так вот. Так. Значит, что? Ага, маршрут такой. Все. И погнали. Может, с закрытыми глазами ехать. Знать, когда повернуть. Это так. Скажем так, образно. Так, вот забираем пассажира. Что там? Как у нас он сел? Нормально сел. Двигаемся дальше. Едем, я так понимаю. А, это мы его будем завозить. Потому что мы еще можем за вторым поехать. Знаете, как оно есть. А, это прямо надо ехать. Что-то я тут рано. Включаю поворот. Вожу заблуждение других участников. Теперь сюда. Да, конечно. Еще раз говорю, что жаль, жаль, жаль. И еще раз жаль, что игрой не занимаются разработчики. Было бы очень интересно. Так, давайте там быстрее. Что-то в этом вообще капец. Давайте. Блин, я сейчас походу на красный стану. Издеваетесь вы или что? Что? Ага, я думал, ты ему уступать собираешься. Братан, у тебя авторости. Хотя, езжай по своей полосе. Все же нормально. И зеркала, кстати, нормально работают. И, смотрите, и центральное зеркало нормально работает. Там хоть, конечно, изображение не очень, но все же это нормально. Все это работает. Обычно центральное зеркало хреново показывает. Но вот это просто идеально. Ну, это Хейсенберг. У него моды всегда были качественные. Я только не... По-моему, это автор, он их продает, эти моды. А их сливают. Он их продает за 50 рублей, там, 100 рублей вроде как. Ну, там не все у него вроде платное. Там вроде есть что-то и бесплатное. А это же... Я в ВКонтакте вообще не захожу уже. Ну, то есть... Ну, я туда просто не захожу, и все, ВКонтакте. Легкая пробежечка. Давай-давай-давай, фитнесом занимайся. Худеть надо. Ага, это мы перевезли уже пассажира. Все. Ну, сейчас мы заедем, получается, за вторым. Что сиди с рейтинга? Ну, такое, конечно. Ну, ладно. Так, поехали пока прямо. Это у нас одностороннее движение. Я понял. Значит, нам надо в любом случае прямо ехать. И если сейчас заказ вылезет... Вылезай. Вылезай. Так, я включу пока аварийку. Потому что вдруг мне сейчас направо надо повернуть. Вот что я говорил. Вот что я говорил. Вот сейчас бы я поехал прямо, и все. Хотя я мог бы... Ну, в принципе, я не знаю. Вот там, по-моему, есть поворот. Если бы прямо поехал, повернул бы направо. Потом еще раз направо. А потом бы до перекрестка и налево. Здесь, видите, двойная сплошная. Ну, в Киеве сейчас вот... Ну, все закрывают. Ну, я бы лично закрыл фонзал. Потому что в Киеве сейчас все нарушают. И там две сплошные. Ну, понятное дело, что по таким улицам, мелким. Понятное дело, что если там проспект какой-то, то там даже и нарушить не получится. Потому что машины ездят. Активное движение, и сзади тебя прижмут. Ну, и, в общем, там придется ехать, делать все по правилам. Я же говорю, что я столько, блин, нарушений сделал за последнюю неделю. Что у меня просто можно было отбирать права раз десять, наверное. Я и двойные сплошные. И там, и вот эти вот... И по встречке ехал, и под кирпич. Потом под запрещающие... Ну, под эти, поняли, знаки. Скажем так, под предписывающие знаки. То есть указывают только направо. А я поворачиваю вообще налево через... Опять же, сплошные. То есть нарушая... Нарушал я капитально. Это уже вечером было. То есть когда улицы, то есть уже документатского времени не успеть. Машин вообще мало. Так все нарушают. Даже полиция. Вот приезжаешь на красный, пристраиваешься на общественную полосу... Ну, на полосу общественного транспорта. Полиция сзади едет. А им хоть бы что. Вообще пофиг. Сейчас вообще просто на это закрывает глаза. Ну, если не грубо нарушать. А если грубо нарушать, то, понятное дело, что могут и тормознуть. Ну, лучше, конечно, не привыкать к этому и не нарушать. Потому что так вот ты привыкнешь. Даже не заметишь, как будешь проезжать и нарушать спокойно. А потом тебе хап, иди сюда. Так и правила все забудешь. Поэтому лучше, конечно, придерживаться правил и не пересекать сплошные... Ну, когда там, понятное дело, спешка. Если ты спешишь, если там... Ну, вот я же тебя третий раз пробежала уже. Ты меня преследуешь, что ли? Ну, ты получилась по заслугам. Третий раз уже перебегают дорогу. Ребят, первый раз, второй раз. И тут она опять третий раз выбежала. Вот она что, меня преследует или что? Нет, круги наматывала тут. По району местному. Ну, теперь все. Будет наматывать на... Как говорится... Как божественная комедия. Али Ере Данте. Так, я Лексусу не уступил. Прости, пожалуйста. Ничего, ладно. Чё-то я тупанул. Что-то я ничего не мог понять. А, блин, так это я за пассажиром еду. Чё-то я не вдупляю. Я смотрю, у меня нету вот этой вот шкалы. Ну, ладно. Она нас ждёт. Ну, да, наверное, перевезём от этого второго пассажира и хватит. Потом будем чё-то дальше делать. Так, села она тоже у нас хорошо. Направляемся. Блин, ну тут сплошная. А я тут, конечно, бы развернулся. Ладно, едем. Не будем подавать плохой пример. Всё-таки ж есть и те, кто учится. Дурной пример. Нарушать. Так, включаем левый поворот при заезде на круг. Блин. Эти клавиши. Так, мы уступаем тем, кто находится на кругу. Что они очень долго едут. Короче. Мы должны всем уступить на кругу. Но так как они едут, это можно, я же говорю, кофе пойти сделать, чай сделать, не знаю, пельмени сварить. Боже, но они едут. Ну, в принципе, можно по кругу выключать левый поворот. Но как бы рекомендуется двигаться с поворотом. Это не такое прям нарушение, но, видится, надо показывать, что ты перемещаешься по кругу. Вот, смотрите, да, ведь, то есть, у тебя вот человек правый поворот включает, он сейчас будет съезжать. У тебя тоже включаю поворот. То есть, я сейчас буду съезжать. Ну, блин, ну что ж ты, гольф, тупишь-то, а? У тебя преимущество, ты на кругу едешь. Что-то я не понял. Это пацана включил правый поворот, поехал дальше. Ну, ладно. Наконец-то я газу дал. Так, там еще один. Или одна, не знаю. Их там, блин, что-то... Что у них, типа, фитнес-пробежки. Они жесткие прям. Блин, это мы все-таки довозим пассажира. Я думал, блин, я хотя бы еще, еще хотя бы пассажира взять. Ну, да ладно. Так, ну что, теперь сюда. Ну, мы сегодня чисто по старому району покатались. И хватит. Ну, наверное, тоже 6 единиц рейтинга получим. Сейчас узнаем, сколько. Так, что вылазит пассажир, и мы получаем... О, уже 7 единиц рейтинга. Уже неплохо. Так, ну ладно, ребят, все. Я буду... Так, давайте я аварийку поставлю. В принципе, тут такое место. Ладно, все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Значит, это была Приора, хеджбэк. Ссылка находится в описании под этим видео. Ну, хорошая модель. Что, гонять можно? Все работает. Все отлично, скажем так, функционирует. Да. Ну что, ребят, всем пожелаю счастья, доброй выдачи. Всем спасибо, кто был на этом видео. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем давайте пока. Увидимся.